И мы постарались как можно ограничиться, хотя мы могли бы еще больше, без ныля, с помощью Аллаха привести больше доказательств из Курана, из Сунны, а также из слов подвижников Пророка, саллаллаху алейкум. И мы постарались как можно ограничиться, приводя эти доказательства. И в хадисах мы постарались привести самые достоверные хадисы, то есть от Бухари и Муслима, хотя есть еще много достоверных хадисов, утверждающих возвышенность Аллаха, а также его утверждение над троном. И теперь, иншаллах, мы будем приводить вам слова таби'инов, то есть в первую очередь четырех имамов, и постараемся в этом тоже ограничиться, чтобы не занять много времени. И почему мы приведем в первую очередь четырех имамов? Потому что в основном на них лгут эти заблудшие люди, и больше они среди людей известны. От Яхьябн Яля передается, что он слышал, как Нуманбн Хаммад говорил, я слышал Нуха, как он говорит, кунту инда аби ханифа, я был у абу ханифы, в первое время, когда появились джахмиты. И туда пришла одна женщина в Куфу, которая была из места Тирмиз, и она была на вероубеждении джахмитов. То есть джахмиты это те, которые отрицают атрибуты Аллаха, естественно, они отрицают также возвышенность Аллаха Субхану Ата'аля, а также все имена Аллаха Субхану Ата'аля. И когда эта женщина пришла туда, то есть в Куфу, ей сказали, что в Куфе есть один мужчина, то есть праведный мужчина, умный, и его называют абу ханифой. И ей сказали, подойди к этому мужчине. И она пришла к абу ханифе и начала спрашивать, ты ли тот, который учит некоторые вопросы и оставил свою религию? Где находится твой Господь, которому ты поклоняешься? И после этого он ей не отвечал семь дней. И после этого он вышел к нам и сказал, Истинно Аллах Субхану Ата'аля над небесами, и он не находится на земле. И один мужчина сказал ему, о абу ханифу, объясни мне тогда то, что Аллах Субхану Ата'аля сказал, и он, поистине Аллах Субхану Ата'аля над небесами. И скажешь ему, поистине я с тобой, но в это время ты будешь далеки от него. В этом аяте абу ханифа хотел сказать, в аяте, в котором Аллах говорит, то есть Аллах с вами, то есть Аллах на холоде со своими рабами, со своими знаниями. То есть Аллах с нами, со своими знаниями. Так же, как это говорили остальные салафы. И после этого он рассказывает, что Байхак и сказал, Поистине, абу ханифа правильно сказал, напомиловать его Аллах, когда он отрицал то, что Аллах Субхану Ата'аля находится на земле. А так же он правильно сказал, когда сделал объяснение этому аяту, то есть, что Аллах Субхану Ата'аля находится со своими рабами, со своим знанием. А так же, абу ханифа последовал в Коране и Сунне, так же, как это сказал Аллах Субхану Ата'аля в Коране, а так же, как пророк Алиса Салам это говорил, что Аллах Субхану Ата'аля находится над небесами. И здесь нам становится ясно, что все, что говорили на абу ханифу, это была ложь. На самом деле, абу ханифа, его вероубеждение было то, что он знал, он верил, что Аллах Субхану Ата'аля возвышен над небесами, а так же Аллах Субхану Ата'аля утвердился над своим троном. Более того, из этого нам стало ясно, что именно имам Аль-Байхаки тоже утвердил слова абу ханифы, то есть его вероубеждение. И это так же было вероубеждением Байхаки, потому что он не порицал то, что сказал абу ханифа. И отсюда становится тоже ясно, что на Байхаки тоже они лгали, потому что у Байхаки тоже вероубеждение было такое же, как у остальных праведных предшественников. А так же передается от абу мут'ам Аль-Хакам Ибн Абдиллах Аль-Балхи, то, что он спросил абу ханиф о человеке, который говорит, «Ля а'рифу робби фиссамаи ау фил ард». Человек, который говорит, я не знаю, где находится мой Господь, на небесах, то есть над небесами или на земле. Фа кала кад кафар, и абу ханиф ответил, поистине он стал неверным. И представьте себе, братья, этот хабашид, который недавно делал эту запись, то есть заблуждал людей своей записью, когда приводил слова абу ханифы, он приводил именно эти слова. Однако он не довел их до конца, так как абу ханифа дальше сказал, «Ли анна Аллаха якулю ар-рахману аля л-арш истава». Поистине, милостливый утвердился над троном. «Ва ар-шуу фау ка самаватихи, а трон Аллаха субхану ата'аля над небесами». И этот хабашид в своем этом записи привел половину, то есть половину того, что абу ханифа сказал, даже в этом он сделал искажение слов абу ханифы. Во-первых, он неправильно столковал эти слова, во-вторых, он не привел эти слова абу ханифы полностью, то есть это их не речь, он не привел полностью. «Фау кул ту иннаху якуль», потом говорит, абу муты аль-хакам говорит, поистине этот человек, который спрашивает, он говорит, «Акулю ар-аля л-арш истава». Я утверждаю, что Аллах субхану ата'аля утвердился над троном. «Валякин кала ля ядри аль-арш истама ау фил ард». Однако я не знаю, трон Аллаха субхану ата'аля над небесами или на земле. «Фа кала», и после этого абу ханифа также ему ответил, «Ида анкара аннаху фиссама, фа ад кафара». Если он отрицает, что Аллах субхану ата'аля находится над небесами, фа ад кафара, поистине он стал неверным. И здесь мы видим, что абу Муты Аль-Хакам Абдулла Аль-Банхи спрашивал абу ханифу, где находится Аллах субхану ата'аля. И он получил эти ответы от абу ханифа. То есть тот, который говорит, что не знает, где находится его Господь, где находится Аллах на земле или над небесами, тот становится неверным. И поэтому, во-первых, мы узнали, какое было вероубеждение абу ханифа в этом вопросе. Во-вторых, нам надо знать, то есть нам надо быть осторожными и предостерегаться от такого мнения. Мы должны твердо знать, что трон Аллах субхану ата'аля находится над небесами, и что Аллах субхану ата'аля утвердился над своим троном, и что Аллах субхану ата'аля возвышен над небесами. Эти изречения, которые мы привели от абу ханифы, их привел имам Захаби в своей книге Аль-Улю, а также китабу Аль-Арш. Аллах субхану ата'аля приводит с достоверной цепочкой от абу ар-раби ар-решдини ан ибн Вахаб, что ибн Вахаб сказал, «Кунту инда Малик фадахала раджунун». «Я был у Малика, и к нему зашел один мужчина». «Факал этот мужчина сказал, «Я оба Абдуллах, о, обу Абдуллах, ар-раби 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 ар И не говорят как. И вопрос как от Аллаха удален. То есть нельзя спрашивать, как Аллах утвердился над троном. И он приказал, чтобы его выгнали. В другом изучении приводит, что Имам Малик приказал, чтобы этого нововведенца посадили. Аль-Факих Абу-Саур Аль-Калби говорил, что слышал Имама Шафии, как он говорит. Когда к нему приходили некоторые из нововведенцев, говорил им. То есть Имам Малик говорил этим нововведенцам. Что касается меня, поистине я без сомнения на своей религии. То есть у меня нет сомнений в своей религии. Поистине ты тот, который сомневается в своем религии. Иди к тому же, который похож на тебя. То есть к тому же, как и ты, который сомневается в своем религии и спорь с ним. То есть сегодня мы тоже можем сказать таким же людям, которые сомневаются в своем религии, этим заблудшим сектам. Пусть они идут таким же, которые, как они, и с ними спорят. Потому что из времен наших праведных причастенников им все доказывали. Всем делали опровержение то, что они заблудшие. И сегодня тоже нет сомнений, что они заблудшие. Это из-за чего ябрилел, апу-ну-عайм, сойек-никя, л-хиллят у л-а-в-л-и-а. Ат-апу-саур, ат-имам-а-с-шафи-عи.